И всем привет! Вы на канале Ведро и TheGaming. Меня зовут Александр. Сегодня у нас Властелин колец и внезапно третий сезон подошел к концу. Его итоги я покажу в конце видео. Сейчас давайте посмотрим, что нам разработчик тут добавил. Какая-то фича называется Backend. Тут можно посидеть, почилить до начала четвертого сезона, объединиться с друзьями. То есть здесь, смотрите, чатик работает. Можно подписаться, зайти в менюшку друзей и так далее. Также все чатики сохраненные остались. То есть можно здесь со своими сопартийцами соединиться и выбрать сторону. Как видите, мы выбираем на четвертый сезон варягов. Посмотрим, что да как они там себя представляют. Ну а тут у нас менюшка Backend самого. Backend это временное место сбора всех полководцев для подготовки к следующей кампании. Здесь недоступны функции карты за исключением следующих возможностей. Магазин, события, лая книга, найм командиров, матомчики. Давайте зайдем в магазин, посмотрим, что есть. У меня есть 300 очков, на них я толком ничего купить не могу, потому что последний сезон мы прошли очень отвратительно. Давайте посмотрим, что на почту пришло. А, вот, кстати, очки тоже пришли. Ну давайте все забираем. Я прошляпил конец последнего сезона, поэтому ресурсы тут остались. Короче, нам насыпали кристальчиков 400 штук и 500 очков. Итого у меня получается 800... А, вот еще одни, смотрите, кристаллы. Ой, подождите, нет, нет, только не это, не нужно ничего голосовать и так далее. Это я сделаю потом. Так, давайте еще раз в магазин зайдем, что можно взять на 850 очков. Все равно ничего нельзя взять, матомчики я брать не буду, всякие другие ресурсы тоже мне не особо интересно. Давайте зайдем теперь в магазин, посмотрим, что есть. Ну что-то изменилось. Кстати, они запустили свой магазин для русских, чтобы можно было покупать, потому что сейчас, естественно, Google Play не работает. Выдает ошибочку. Зато на сайт можно зайти и купить, что тебе нужно. Как-то так. Также у нас есть события, тоже нифига тут недоступно. А потом матомчики, можно сразу же что сделать? Бесплатно открыть один. Как это приятно, да. Выпала косточка, курочка и билетики. Также что еще можно сделать? Взять за 200, почему бы нет, да. То, о, кстати, штука выпала, это на Лурц, по-моему. Да, я его до сих пор не собрал, так что это все будет мне кстати на следующем сезоне. Также у меня есть все герои, кстати, они все 50-го левла, а почему так? А, ну они у меня были 50-го левла, ё-моё. А, нет, смотрите, те даже которых 50-го левла не было, все у меня есть. То есть их нужно сейчас будет опять заново качать, титулы в смысле выбирать, или все сохранено? Да, придется, наверное, распределить титулы. Так, оно мне сейчас пригодится, так что давайте возьму Горбага, быстренько его накидаю, чтобы он мне был полезен в следующий раз. Так, мне нужен Страж Киритунгола, обязательно. А, так дальше, Бешенство тоже обязательно, Мастхевчик. Так, проклятие порчи мне пока не нужно, возьмем орки, получаемый урон минус проценты, тоже это обязательно, плюс еще одна ОЗ, это тоже хорошо. Да, орки, скорость плюс 2, получаемый урон минус 2, тоже берем по-любому. Так, армия, скорость марша, это неинтересно. Остается у нас дознаватель Старый Орк. Старый Орк под кастер, блин. Ну, давайте Старого Орка возьмем немножечко, чтобы было побольше концентрации для нашего замечательного хила, потому что хил это круто. Так, а здесь что я забыл? Да, это очень важная вещь, сейчас она нам жизненно необходима. Нужно еще немножечко прокачать. Как-то так, наверное, давайте. А что я еще брал? Ну, точно не это. А каждый раунд против вражеского юнита один раз в течение двух раундов наносит 30... Ну, вообще мало, у нас сейчас мощи нету. И мы ее еще хотим качать. Осталось два очка, я думаю, стоит вкинуть в дознавателя безумию оглушению, получаем урон плюс 6%. Тоже неплохо. Отлично. Вроде бы все взяли, теперь у нас герой один готов, осталось его еще упаковать. А тут предметики-то есть вообще? Нет, давайте еще раз сюда зайдем, что-то я вышел. Да, предметы есть. Сторона зла, горбак, гиг. Так, горбачок, вот он наш. Давайте возьмем предметики. Я забыл, правда, что у меня было. Да, как видите, предмет у меня максимально бичовский. Я все ждал ивент по крафту, чтобы с чего-нибудь закрафтить, но он так и не появился. Так что, что мы возьмем? Мы возьмем, мы возьмем, мы возьмем меч на концентрацию, потому что у нас много концентрации. Я думаю, ему взять мифрильную кольчужку. Почему бы так сказать и нет? Там есть концентрация защиты, а также у нас есть какой-то шлем, я его даже не помню. Так, к мощи защиты армии орки троллей не особо интересно. К мощи защиты, к мощи защиты. Концентрация плюс 9. Тоже нормально. И остается последняя. Тут у нас трубка на концентрацию бешеная была. Замечательно. Берем. Все, у нас упакованный парень. Теперь у нас все хорошо. Теперь знаете, что мы можем сделать? А зайти вот сюда вот в испытание и пройти сложное испытание, которое вот здесь вот находится. Так, выбираем нашего горбака. У него даже лайк стоит. Значит, он будет наносить повышенный урон, если я не ошибаюсь. И выберем самую нужную нашу армию. Кстати, Т4-х ни одного нету. Я-то бегал с гундабадскими орками. Ну ладно, возьмем обычного крушителя в количестве 5500 штучек. Почему бы и нет? И вот так вот выглядит это испытание. То есть, оно приблизительно такое же, как Красная книга, только здесь есть бонусы, как хилл, дополнительный отряд и так далее. И отряд у нас тот, который мы выбрали в самом начале. Давайте нападем на Лурца и возьмем его потом пассивочку, потому что ты у каждого войска побежденного забираешь какую-то черту. Так, у нас 5500, 3800, он больше половины вырубил. Это будет жесть, да, это будет крайне сложно. Так, наносит физический урон нам неинтересно. У Рукхая неинтересно против фражеского юнита. Один раз тыры-пыры. Давайте это и возьмем. Окей, дальше идем. Лечение. Посмотрим, сколько они вылечатся. Обычно лечится приблизительно на 50%. Ну, нормально. То есть, почти что полный отряд. То есть, жить можно не тужить. Так, здесь у нас гимли не очень интересная. Вот горбак. Возьмем. Усилим горбага горбагом. Здесь можно битву посмотреть, но я думаю, вряд ли это кому-то интересно. Так, старый орк плюс 15 концентраций интересно. Разрезание. Это кровотечение, которое нам тоже не особо нужно. И ко времени выполнения квестов тоже. То есть, берем концентрацию. Почему бы и нет. Теперь мы просто полностью все в концентрации. Хил будет хороший. Но в чем проблема? Пополнение отрядов в самом конце. И сейчас придется брать других войск. Надеюсь, будут орки. И все у нас будет здорово. То есть, опять-таки же сейчас появится менюха с выбором. Жнецы есть. Ну вот, их мы и возьмем. То есть, появились жнецы. Мы их просто в отряд закидываем. И теперь у нас опять почти что полный отряд. И по пути марша твоя армия потихоньку вся перемешивается. И в конце получается просто настоящий кринж какой-то. Ну, классный режим. Мне понравился. С удовольствием всегда проходил. Тут у нас кони. Но против коней у нас нифига нет. Сейчас будем страдать. Или эти пацанчики бьют коней. Я не помню. Нет, по-моему, у них по броне. И резист какой-то был. Ладно, погнали. Ну, кстати, неплохо прошли. Жнецы отлично танканули. Так, все отряды ближнего боя урон плюс 5. Неинтересно, восстанавливают 120 каждый раунд. Хорошо. И концентрация, концентрация. Берем. Почему бы и нет? Будет много концентрации. Так, теперь нужно опять пополнить отряд. Так, что у нас есть? Корсар, алибарчик, клятва, преступник. Очень странный выбор. Но давайте возьмем алибарчика. Если что, потом скинем. Потому что у нас 36 из 55. Такое себе, да. Теперь 52-55. Можно жить, не тужить. Так, кто у нас есть тут? Злодей. И Дайна. У Дайна, по-моему, что-то было на хил, если не ошибаюсь. Давайте на Дайна. Так, подождите. Тут тупо мечники, которые, кстати, контратакуют. Это не очень интересно. А тут тролли и умертвием. Умертвием, если не ошибаюсь, режет хил. Нет? Ладно, давайте на лучших эльфов нападем. Немножечко получим люлей. И, кстати, неплохо их получили. Потому что остались одни крушители. Давайте посмотрим, что есть. Командир плюс 35% к урону неинтересно. Против вражеской цели наносит физический урон тоже неинтересно. И при защите союзный юнит получает физический урон минус 18%. Ну, давайте его и возьмем. Будем в танков играть, да. Теперь нужно качественно пополниться. Потому что отряда у нас почти что нет. Жесть полная, да. Так, то есть, корсары, алхимики, крушители. Здравствуйте. Вот их мы и забираем. Сейчас нормальненько так пополнимся. Ну, как нормально? 25 из 55. Так, сори. Продолжаем. Как-то так получается. Короче, ну, все нормально. Сейчас будем драться, как говорится. Ох, как жестко-то, а. Сейчас нас отпинают. Просто жесть. Но мы не выдержим. Это невозможно. 2473. Мы сдохли. Да. Эпик фейл. Я первый раз, блин, провалил это испытание. И теперь я ничего не могу сделать. Да. Что будет вообще? Я первый раз провалился. Наверное, надо заново нажать. И подготовить более лучший отряд. Так, опять берем горбага. Блин, интересно стало. Пипец как, да. Так, кто у нас есть? А, у нас есть, у нас есть, у нас есть, у нас есть. Окей, я раскидался. У меня получился вот такой стандартный нубоотряд. То есть, куча ДДшников, немного танков и так далее. Кто у нас есть тут? У нас тут есть господа хорошие. На уворотах все, короче, да. И на контратаке с луками. Ну, давайте, наверное, на злого нападем к халдунчика. Возможно, нам он что-то подарит. Блин, было проще с Т4. Т4 просто вперед идут, всех ломают. Опять, смотрите, все полегли. Урон от обычных атак 60%. Фигня. Обычные атаки дополнительно вызывают не фигня. И командир урон по отрядам ближнего боя. Короче, что-то как-то стрёмненько выпало мне. Ну, давайте хотя бы командир возьмем. А, теперь пополнимся. И отряд у нас будет все равно маленький. Это довольно интересно. Я представляю, почему это происходит. Потому что войска у нас сейчас не прокачаны, если не ошибаюсь. То есть, один из десяти. А почему я арбалетчиков взял, блин, второго тира? Сашей дебиляша, блин, ладно. Так, у нас есть тут козлы. Козлы точно не нужны. А что так все плохо-то? Нас же сейчас все напинают. Мы не пройдем дальше. Нас сейчас вот эти вот убьют, смотрите. Потому что они жесткие. Давай покажи класс. Выживи. Я говорю, это же скач. 50 кристаллов заново стоит. Короче, вот такое вот испытание. Кому интересно, заходите, проходите. Очень классно, да. Очень здорово. Я продулся. Кстати, можно легкое попробовать. Но это я уже сам сделал. Потому что и так все затянулось. А также, что у нас есть? Нанять командира. Давайте посмотрим, что... Кстати, мне кто-то написал. А кто это мог быть? А это просто мир. Я уже обрадовался, что кто-то тут есть, да. Из знакомых. Пока никого нет. Добро, зло. Наверное, зло все-таки, да. Какие у меня итемчики выпали, я не помню. Надо, наверное, в рюкзачок зайти. Сюда зайти. И попробовать посмотреть. А, лурцик. Давайте попробуем. Может, его раздуплим сейчас. Чуть-чуть не хватает. Ну, как чуть-чуть? Еще дофига, короче, не хватает. Бедный мой лурцик, когда ты появишься. Также у меня кахамулечка нет. Представляете, с какими я бичами дружу? То есть, у меня только тир-1 есть. И вот эта вот дурочка, с которой я ни разу не по-пвбшился, потому что тупо не успел. Как-то так, да. Короче, все грустненько по героям у меня. Но можно кого вкачать? Косточку бы ему можно дать? У кого у меня еще косточки есть? Вот у этого кости его можно, в принципе, до пятого левела догнать, чтобы были все обилочки. Давайте так и сделаем, почему бы и нет. А, нет, стоп. А другие косточки я кидал к этого. Да, черепа я вот сюда вот закидывал. Так что сюда и закинем, чтобы он был десятого левела. Вот этому парню я тоже десятый левел открыл, но так квесты еще и не успел сделать. Так что следующий сезон буду делать вот эту вот штуку. Там квестики прикольные. Что-то там убить людей много, собрать опыта и так далее. И остается у нас последнее менюшка. Новое меню, так сказать, да. Это кампания. Война кольца, когда начнется? Что там нам показано? 20.04. То есть, пять дней будет великого перекура, так сказать, да. Список командовать посмотрим. Воу-воу-воу. То есть, как я понимаю, сервер будет один, нет? Почему все ждут? Варги, тарги, тиры-пыры, тиры-пыры. А что я в какую-то рандомную штуку присоединился? Не хочу так. Так, отмена регистрации давайте сделаем. Вы уже присоединились к команде, вы хотите... Да, конечно, хочу. Зло. Я бы овладеть силой Саурона. Да, сейчас новая фишка какая-то. Зло получит очень сильный буст. Пробудится какое-то зло и Саурон будет всем помогать. Короче, как Дед Мороз. Давайте сюда и нажмем. Так. А, ну то есть, мы сейчас создаем имена, команду. Но она мне не нужна. Индивидуальная регистрация. Давайте так попробуем. А, и все, и улетело. И вот так вот, да, в список команд. Но я хочу к нашим, наверное, попасть. У нас тут есть. 99 и 100. Ну, давайте попробуем кинуть запрос. Бэкэнд, бэкэнд, тыры-пыры, тыры-пыры. Вот как у меня, смотрите. Вот это вот последняя штука. Мы проиграли, блин. Как молодцы вообще. Себя вели, так сказать, да. Ну, в общем, ребятки, мы посмотрели новую фичу. Ничего толком интересного тут нету. Только есть испытания, кто не пробовал. Попробуйте. Очень захватывающее зрелище. Тебя там пинает, как котенка, да. Также есть списки героев и так далее. Ну, в общем, все посмотрели. Больше я даже не знаю, что сделать. Так что сейчас будет небольшой анонсик третьего сезона. Я заскриншотил всю карту с самого начала до самого конца. Посмотреть, что у нас творилось там. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok